котел топится дровами несмотря на то что здесь уголь лежит от старой запасы надо его просто дожечь вот сварен внутри металл пятерка снаружи металл двойка в общем сделал с того что было ничего не покупал кроме электродов и отрезных дисков на болгарку здесь у нас чуть выше расширительный бак у нас находится снизу вверху у меня он особо не получался потому что там и заливать потом неудобно решил опустить его вниз вроде бы все неплохо только заливается единственное конечно все снизу ну как и все дымоход из трубы труба 140 сделана вот здесь вот крышка ревизия толщина трубы тоже пятерка здесь вот установлен шибер очень хорошая вещь без него этот то есть система начинает закипать если он открыт допустим на всю если бы его не было то есть открыли затопили открыли на всю он разгорелся огонь уже можно его прикрывать при закрытом положении там я заглянем сюда вот там все равно есть зазор плохо видно тут все в саже это чтобы у нас угарный газ выходил все равно сам шибер сделан простенько камера не фокусируется тут уже тут чуть потолще материал шестерочка вот так выглядит и кругляк здесь двойка наверное здесь применен ну чтобы на дольше хватило пружинка стоит из двигателя двс от клапанов не знаю какая машина была но будет служить покрепче ну принципе особо здесь не нагревается ничего тут не выгорает и можно сказать свойств своих пружинка не не теряет так что дальше покрою а еще ладно сейчас еще такую штучку сделал такая вот палочка это чтобы чистить сам 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 выхлопную трубу очень удобно кстати если она забивается сразу закоксовывается можно очень удобно почистить без всяких проблем верхняя часть здесь вот диск у меня я приварил диск от колеса вырезал там все из него и решил приварить сюда вот сам выход подача то есть такая труба идет ну давайте посмотрим ниже простейшая дверка такая ничего тут супер ноу-хау нет много конечно в интернете там всего тут керамические уплотнителя нет здесь ничего сегодня ничего такого ничего отсюда не не дымит дымит если вот когда шибер вообще полностью закрыт тогда дымит если чуть приоткроешь дыма нет никакого и проблем никаких нет двойная стенка здесь тоже пятерка и пятерка здесь чтобы у нас не деформировалась дверка сильно не нагревалась и вот здесь вот тоже двойная часть потому что здесь у нас водой не заполняется и приходится пришлось сделать тоже двойную стенку на прикручивается просто на двух болтах то что первый раз когда ее затопил у меня я просто деформировала и дверка трудом у меня открывалась потом я решил дополнить это двойной стенкой колосники состоят из двух секций желательно конечно сделать их арматура здесь кстати наварена она не толстая 16 арматура к сожалению но была бы потолще сделал естественно потолще там 20 22 но это на будущее когда прогорят я их заменю единственно конечно они мне немножко неправильно здесь размещены ну в общем если сгорят то сделаю немножко по-другому и колосники сделаю поменьше вот наш делал большие здесь кстати очень много золы он просто пока еще котел не вычищался после топки вот в ночь топится а днем нет потому что уже солнышко светит здесь тоже мусор пока мне некуда это вычищать я решил просто видео снять здесь у нас сам зольник находится там я сварил тоже его не буду вытаскивать поддон для золы и вот здесь вот такая небольшая регулировочка есть и но принципе я уже от нее отказался просто так вот болтиком гайкой затянул если я растапливаю то я просто так вот приоткрываю растапливаю печь как она разгорелась совсем намертво я закрываю тем самым уменьшаю приток кислорода и все отлично горит и ну естественно прикрываю шибер то есть одной загрузки дров в этом случае под завязку хватает на 10 часов но это предусловие то что дрова вот у меня маленькие я его для старого котла делал дрова маленькие вот такие вот такого плана лежат они сухие мелкие 10 часов горения хватает то есть ночь забрасываешь утром приходишь еще угольки лежат тлеют и система вся еще горячая и теплая в трубах если вложить уже такие посерьезнее бревнышки в него то наверное думаю еще будет дольше гореть но он пока таких нет потом на будущее придется их напилить я вот не знаю будет сейчас видно внутри котла еще вставлены 4 трубы диаметром я уже не помню какие вот они вверху идут здесь уже просто все сейчас замасленная закопченная сейчас попробую чуть пониже взять вот идут еще четыре трубы дополнительно несмотря на то что здесь стенки с водой еще там трубы идут с водой это собственно вот так труба выходит из самой теплицы здесь снизу такой лючок для ревизии точно такой же как и там с той стороны где котел снизу там просверлено отверстие здесь вот так вот закреплено на анкерные болты так еще раз усилена вот в другую стену на всякий случай приварил для усиления а вот эта вот часть она разборно съемная всего лишь на четырех болтах снимается быстро если что-то там забилось или прочистить буквально пять минут и труба снята выше идет труба алюминиевая такая вот высокая здесь вот паранитовая прокладка на это не суть она все равно все закоксовывает быстро достаточно тут еще идет на сужение вот как бы переходники вот переваривал из нескольких штук собственно сажа вот скапливается самое интересное здесь что она естественно толще здесь идет на сужение и вот в этом промежутке все сажи остается вот выше труба она чистая вся вам прикопченная но чистая я думала что она будет забиваться у меня но она не знаю может быть этого роль играет это вот именно сужение потому что раньше стояла вот такая труба и она это металлическая она забивалась закоксовывалась ну правда и котел другой стоял сейчас у нас вот такой раньше у меня вот такой вот котел стоял это угольный для угля тоже твердо топливный водяной но в нем очень маленький дровник и приходилось буквально каждый час подкладывать дрова еще плюс то что дрова нужно было пилить очень маленькие в общем было ужасно в общем такой котел сделан своими руками из того что было ни на что не претендую можете там ставить лайки дизлайки но главное свою функцию выполняет все топится ничего не кипит насоса никакого нет все естественная циркуляция и хватает надолго